Привет! Это подкаст «Инсайд 5». Наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от «Инсайдера» всего за несколько минут. Сегодня 10 августа, четверг. История первая. В результате мощного взрыва в Сергиевом посаде пострадали десятки человек. ЧП произошло в среду утром на Загорском оптикомеханическом заводе. Телеграм-канал «База» сообщает, что следователи рассматривают несколько версий произошедшего. От взрыва из-за нарушения безопасности производственных объектов и диверсии до падения дрона на грузовик с порохом, который мог стоять на территории предприятия. По официальной версии, взрыв произошел на складе пиротехники. Глава Подмосковья Андрей Воробьев при этом утверждал, что завод в Сергиевом посаде не имеет отношения к оборонному комплексу. Между тем, издание агентства со ссылкой на сайт госзакупок сообщает, что предприятие продолжает поставлять оптику силовикам и участвует в разработке стратегического бомбардировщика нового поколения «Посланник». Самолет должен заменить Ту-95, а также возьмет на себя некоторые функции Ту-22. Эти бомбардировщики применяются для пуска ракет по территории Украины. История вторая. Игорь Сечин заработал больше топ-менеджеров Microsoft и Netflix. Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором раскрыл годовой доход главы Роснефти. В 2020 году он составил 3 миллиарда 317 миллионов рублей. Как утверждает журналист Сергей Ежов, Игоря Сечина в базе ФНС скрыли под псевдонимом. Знакомьтесь, это Терентьев Сергей Андреевич. Вот Сергей Андреевич шепчется с Путиным. Вот обнимается с Миллером. А вот целует олигарха Тимченко. Погодите, скажете вы, ты перегрелся что ли? Это же Сечин. А я скажу вам, нет, дорогие друзья. Это Терентьев Сергей Андреевич. Именно он руководит Роснефтью. По крайней мере, согласно официальным документам. Данные документов Терентьева в утечке ФНС полностью совпадают с данными документов Сечина, сообщили в ФБК. Если пересчитать доход главы Роснефти в доллары по среднему курсу за 2020 год, получится сумма в 46 миллионов долларов. Такой заработок позволил бы Сечину занять 17 место в рейтинге 100 самых высокооплачиваемых топ-менеджеров американских компаний по версии New York Times. Это выше дохода гендиректора Microsoft Сатья Наделлы и основателя Netflix Рида Хастинга. История третья. Военная угроза России на западных границах выросла в разы, объявил глава Минобороны Шойгу на коллегии ведомства. Министр особо выделил две страны, от которых исходит такая угроза. Это Польша, которая якобы готовится захватить западную часть Украины. Кроме того, имеются планы по созданию на регулярной основе так называемого польско-украинского соединения, якобы для обеспечения безопасности западной Украины, а по сути для последующей оккупации этой территории. Еще одна страна, которая сейчас якобы угрожает Москве, это новый член НАТО Финляндия. Шойгу утверждает, что на финской территории могут разместить дополнительные контингенты и ударные вооружения Альянса, которые, цитата, «способны на значительную глубину поражать критически важные объекты на северо-западе России». Ранее Владимир Путин заявлял, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО непосредственной угрозы для России не создает. Что касается расширения, в том числе за счет новых членов Альянса, Финляндии, Швеции, у России, хотел бы вас проинформировать, уважаемые коллеги, нет проблем с этими государствами, нет. И поэтому в этом смысле непосредственные угрозы для нас, расширение за счет этих стран, для России не создается. Но расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию. И какой она будет, мы будем смотреть, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться. Хельсинки и Стокгольм подали заявки на вступление в НАТО после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Финляндия официально стала членом Североатлантического альянса в апреле. Препятствием для вступления Швеции является позиция Турции, которая требует выдать курдских беженцев. История четвертая. Вашингтон и Эр-Рия договорились о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем. По данным Wall Street Journal, Эр-Рия согласился признать Израиль в обмен на уступки по отношению к палестинцам и гарантии безопасности со стороны США. Белый дом, в свою очередь, рассчитывает, что Саудовская Аравия дистанцируется от Китая. Вашингтон ждет, что Эр-Рия откажется от строительства китайских военных баз и будет пользоваться американским долларом, а не юанем при заключении нефтяных сделок. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман серьезно настроен заключить сделку, но не готов к установлению дипотношений с Израилем в полном объеме, как это сделали Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн. Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о готовности развивать экономические отношения с Эр-Риядом. История пятая. Сильные пожары охватили гавайские острова Мауи и Биг-Айланд. Как сообщают местные СМИ, выгорела часть курортной зоны. Объявлена эвакуация. В ряде районов огонь вплотную приближается к жилым домам. Власти перекрывают дороги, не работает общественный транспорт. Наблюдаются серьезные проблемы с сотовой связью. Люди не могут дозвониться в экстренные службы. По информации властей, больницы переполнены пострадавшими от ожогов и вдыхания дыма. Из-за порывов ветра пожарные вертолеты не могут сбрасывать воду на пострадавшие районы и определить масштаб бедствия. На островах объявлено чрезвычайное положение. Для спасения людей задействована Национальная гвардия. И это все на сегодня. Это был подкаст «Инсайт Фальф».